Последняя проверка спасателей насчитала немногие меньше десяти нарушений. В заведении отмечают, что за последний год в этом направлении удалось достичь успехов. Благодаря средствам, которые выделил облсовета, это полтора миллиона гривен, большую часть замечаний исправили. В частности, в театре появилась противопожарная сигнализация. Но вопрос преждевременного закрытия театрального сезона все еще стоит на повестке дня. Следующее заседание было назначено на 29 мая. Его перенесли сейчас на 26 июня. Безусловно, у суда есть позиция, которую суд обозначил. И, в общем-то, это правильная позиция. Не буду здесь это даже оспаривать, потому что это закон. До полного исполнения всех пунктов предписания закрыть театр. Сейчас было заседание комиссии по имущественным отношениям облсовета, на котором поднимался вопрос, и комиссия проголосовала за то, что это необходимо сделать. Необходимо выделить деньги. Основной вопрос – разработка проекта дымоудаления. В общем, все работы по исправлению ошибок могут стоить не менее миллиона гривен. Полтора года назад госслужба по вопросам чрезвычайных ситуаций выявила 56 нарушений противопожарной безопасности в украинском театре. Последняя же проверка таких нарушений нашла уже семь. Была проведена колоссальная работа. Однако это не повод расслабляться. Уже в июле театр все равно могут закрыть. Это проект дымоудаления. Это, собственно говоря, монтировка и создание этой системы дымоудаления, которая отсутствует в театре. Это система молниезащиты. Молнииотвод, который должен быть, и мы все прекрасно понимаем, что это необходимо. Это необходимость установки таких специфических металлических дверей, которые соответствуют определенным нормам, ГОСТам, в тех местах, где это необходимо установить. Эти двери стоят не две копейки. Театр не сможет самостоятельно потянуть эту всю историю. Перед входом в театр множество афиш. За последние два года жизнь внутри украинского театра поменялась в лучшую сторону. Обновился репертуар. Сюда привозят спектакли из других городов. А в прошлом году на Пастера переехала Одесская Лига Смеха, где и проводит пятый юбилейный сезон. Дмитрий Шпинарев, ее ведущий, убежден. Нужно сделать все необходимое, чтобы украинский театр не останавливал свою работу. Украинский театр достаточно удобная концертная площадка для организации разнообразных мероприятий. Потому что там большая сцена, очень большое за кулисами. И, скажем, когда у нас фестивали или там первые игры, а в них может принимать участие 200 человек. Ну, из которых 7 на сцене, а 193 за кулисами. И это пространство нужно иметь. Где разместить этих людей, где разместить декорации, где разместить какие-то их велосипеды, лошади, на которых они выезжают и тому подобное. Украинский театр – это полноценный большой театр, который обладает этими возможностями. Впрочем, и после устранения всех неполадок по противопожарной части долго отдохнуть вряд ли получится. Строительные леса у фасада – неизменный печальный атрибут украинского театра в последние лет 10. К тому же не отремонтирован потолок в зрительном зале. Но это уже совсем другая статья расходов и совсем другие деньги.